Я вас приветствую, товарищи! Сегодня мы продолжим разговор про ту же самую композицию, как и в прошлый раз. Однако, если мы тогда говорили про аккомпанемент, про партию на чистом звуке, про фанк, про все вот эти вот ходы, то сегодня настала пора поговорить про соло. Изначально в этой композиции, в студийной ее версии, соло нет. Точнее, там есть, но оно какое-то такое не очень мне лично понятно. И на концертной версии соло выглядело несколько иначе. Вообще, концертная версия, чем она отличалась? Если в студийной версии барабаны, это в основном такие электронные барабаны с обилием разных эффектов, жужжалок, пукалок и всякого такого, то вживую там были живые, естественно, барабаны, там с сайдстиком, потом просто с ударами по малому барабану. Ну, то есть, в общем, такая гораздо более бодрая, жесткая, я бы даже сказал, партия. И во второй половине композиции, как кульминация прямо там, начинался такой уже замес, и, собственно, этот замес игралось соло. Вообще, я сегодня немного, так очень-очень кратенько, но коснусь той темы, как вообще я, например, придумываю соло, и почему какие-то партии звучат хорошо, какие-то плохо. Вообще, самое главное, всегда в моем понимании, это гармония. То есть, нужно понимать, на что ты играешь, на какие аккорды, что там происходит в условном бэкинг треке, и что на него, соответственно, можно сыграть. Гармония там достаточно простая. Начинается все с ля диез мажора, дальше до мажор, дальше фа мажор, дальше в тональность переходим в ремень, дальше опять ля диез, до, дальше соль минор, и уже как развязка ля мажор. И вот все вот эти аккорды, они обыгрывались. Изначально вообще соло было достаточно простым, его играл тот же самый Сергей Шанглёров, который, естественно, там до меня работал. И давайте сейчас мы попробуем это дело, запишем, посмотрим, я покажу, как оно звучало до меня, и как я его, и почему я его перепридумал. Поехали. Собственно, соло достаточно несложное, и оно напрямую прямо обыгрывает гармонию, да? То есть ля диез мажор обыгрывает вот эта фраза, и он залипает на, получается, на третьей ступени, очень устойчиво. Да? Очень хорошо сочетается с ля диез мажором. Дальше. Здесь до мажора очень хорошо сочетается, ну, потому что это блинтоника, да, первая ступень. Дальше. Здесь очень хорошо с фа мажором сочетается. Дальше следующая фраза, она обыгрывает ре минор. И опять мы приходим в ля диез мажор. Хорошо сочетается. Дальше. С до мажором хорошо сочетается. Дальше. Вот этот бэндик. С. Это опять же там третья ступень, просто в другой октаве, да? Хорошо сочетается с соль минором. То есть он всегда фиксируется, акцентируется на устойчивых нотах из гамма. То есть это первая, третья, ну, иногда пятая ступень, да? Как обычно. Во всех, в общем-то, соло, которые мы рассмотрим, будет так или иначе вот эта тенденция прослеживаться. И он, соответственно, заканчивает на вот этой квинте, да? Тоника. То есть первая ступень, пятая ступень. Все, все примитивно. То есть вся партия целиком получается. Все достаточно просто. Что же сделал я? Как обычно, я переделал все это соло целиком, но, тем не менее, базируясь на изначальном варианте. Я был молодой, горячий, мне хотелось много играть, много шреддить и всякое подобное. Ну, не то, чтобы шреддить, но играть много. И, к тому же, так как это, в общем-то, кульминация такая, прямо вот здесь надо было дать какого-то дусту, и я его решил дать следующим образом. Первую фразу я поменял на вот такую фразу. Иногда с флажком, вот прям. Она прям так жирно-жирно звучит. Дальше следующая фраза. Вместо вот этого я прямо напрямую обыграл остаток от для диез мажора и, собственно, перешел в до мажора. Придумал я фразу следующую. А чтобы ее как-то закончить по-прикольному, я решил вот такую фигню сделать. И уйти вниз вот таким вот дайвом. Она хорошо обыгрывает. Гитара расстроилась. Она хорошо обыгрывает вот эту последовательность аккордов. То есть у меня получилось такое. Дальше я перехожу. Ту же самую фразу я сыграл, как и в оригинале. Но вот этот момент Я его поменял на чуть-чуть отличающийся. То есть я здесь прямо напрямую обыгрываю Ре минор. А вот дальше вместо Вместо вот этого я решил дать побольше ноты. И прям пошел вот этим гилбертовскими арпеджио по Очевидно, далее здесь мажор. И перешел в до мажор. То есть тоже самое арпеджио. Просто на тон выше. А дальше я с них выходил просто Допиливая как-то, чтобы выйти Вот в этот вот бэнд. Да, уже в финальную коллюбинационную ноту. Ну как-то можно вот такими ходами. Давайте я сейчас все это соберу вместе. Попробую это записать. И мы послушаем, как это все вместе звучит. Собственно, вот такая партия у меня и Получилось. И как бы вот это вот прям ворваться, да, там Сделать вот это. Мне кажется, выглядело прямо хорошо. И на концерте было прикольно. Учитывая то, что это была Ну, в общем-то, из больших таких композиций Не интровых. Это была вот первая песня, где надо было прям Дать жару. Собственно, я рассказал сегодня и показал О том, как я придумал соло, как оно выглядело. Немного поделился своими мыслями на тему того, Что вот должны быть некие устойчивые такие ноты, Которые хорошо сочетаются с гармонией. На этом обычно все стоит. Вся красота соло. Можете попробовать проанализировать Другие соло других авторов. Там популярны какие-то вещи и всякое такое. Я думаю, что вы найдете там Собственно, те же самые закономерности. В следующем видео мы с вами коснемся Такой темы, как звук. И звук, в первую очередь, на сцене. Почему на сцене музыканты на самом деле Себя не слышат. Несмотря на то, что на зал вещают Огромные портальные системы. Какие могут быть проблемы с мониторингом. И так далее. Так что оставайтесь на связи. Обязательно подпишитесь. Обязательно врубите колокольчик. Самые упоротые могут вообще стать спонсорами канала. Для вас будут доступны в записи Все самые крутые стримы. В первую очередь прямые трансляции. То есть это потрошки знаменитые. И это дни открытых дверей. Где я рассказываю о различных игровых Уже чисто технических аспектах Принимаю людей в плане связи В плане конференций Где они могут получить какие-то советы Рекомендации Показать свою игру И получить некие решения своих проблем Поэтому это уже прямо вот сила-сила А в остальном занимайтесь музыкой Занимайтесь на гитарах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok